Всем привет! Меня зовут Нинор Себашвили, и сегодня, 24 февраля, исполнился год с момента, когда Россия напала на Украину. Год, как идет чудовищная кровавая преступная война. И вашему вниманию разговор с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком. Михаил Подоляк стал одним из главных ньюсмейкеров этого года, главным спикером, человеком, который раз за разом находит время, находит силы объяснять иногда очевидные, иногда и не очень вещи. Кто такой Михаил Подоляк? Как он оказался на своем месте? Как выглядит его рабочий день? И что он будет делать, когда война закончится? Об этом в нашем с ним разговоре. Михаил, здравствуйте! Спасибо огромное, что нашли время. Сколько примерно интервью вы успели дать за этот год? Ух ты, какой вопрос сразу неожиданный. Математический. Вы, наверное, знаете, что я очень люблю математику. А это тяжело сказать. Наверное, больше тысячи уже. Даже, наверное, число заоблачное просто. Я не совсем готов ответить сразу так, что нужно четкую цифру говорить. Но я не сторонник считать, сколько интервью. Вот сколько нужно будет до конца войны, столько и дадим для того, чтобы... Мне кажется, что-то важно. Важно объяснять войну, и важно объяснять ее на разных площадках. Важно повторять одни и те же, казалось бы, прописные истины. Важно рассказывать о природе того, что происходит, о том, что мы переживаем, какие эмоции мы испытываем. Люди, кстати, должны видеть в интервью эмоции. Это очень важно. Мне кажется, что в любом интервью важно четко показать, о чем ты хочешь сказать. Ну то есть материал показать, факт показать, потом дать эмоцию тому, чтобы человек ощутил, что ты испытываешь, когда ты это говоришь. Ну и третья составляющая — сделать выводы обязательные, которые должны присутствовать в информационном пространстве. Скажите честно, вы не устали? Тяжелый вопрос. Я все время думаю, что моя усталость по сравнению с тем, что происходит на линии фронта, допустим, да, или по сравнению с тем, что испытывают люди, которые потеряли свои дома. Я про временно перемещенных лиц, да, то есть там это миллионы людей. У нас в общей сложности, по-моему, 14 миллионов. Ну, цифры все время меняются. 14 миллионов людей, которые так или иначе вынуждены были уехать со своих домов, а сейчас живут на перекладных. Понимаете? То есть я понимаю, что такое моя усталость, если сравнить с усталостью, например, ребенка, который потерял своего розового слоника, да, где-нибудь, ну или розовую плюшевую игрушку, и никогда ее не увидят. А это и есть усталость, потому что для меня, я по-другому, я вообще не думаю, что есть какая-то физическая усталость в войне у человека, который должен выполнять свою работу, если он правильно понимает, что другие люди испытывают. Я просто все время ловлю себя на мысли, вот, понимаете, ребенок, который потерял все в своей семье, окружении, где он жил, да, вот он уехал, переселен куда-то, у него, ему с нуля нужно приобретать все игрушки, допустим, обзавестись друзьями, а родители в это время потеряли работу, а он не плачет. И вот это все убивает сразу твои там личные ощущения от того, что ты делаешь, как ты делаешь. Имеется в виду, есть ли у тебя усталость, нету, готов ты спать, или ты не готов там круглые сутки работать и так далее. Все убирается. Вот во время войны ты по-другому все это, знаете, переживаешь и вообще не говоришь о себе. Вот мне кажется, что это очень важно, когда люди, которые публичные, медийные, так, кстати, вы заходите сразу в лобильные вопросы, я об этом, кстати, и публично уже неоднократно говорил. Мне кажется, что люди, которые заходят, вот являются публичными, медийными, им надо меньше думать о том, что они испытывают в этой войне, как они себя чувствуют, что они платят за эту войну. Им нужно быть больше как раз-таки отстраненным и не про свое «я» думать, а больше думать о том, что испытывают другие люди, потому что это позволит им более эмпатийно относиться и более правильные слова находить и давать надежду другим людям. Вот этому ребенку, знаете, у нас есть хорошая программа, несколько программ. Это когда можно на сайте того или иного ведомства написать или фонда. Ребенок, который все потерял, он может там написать, что бы он хотел, чтобы ему подарили на Новый год или подарили на какой-то праздник. И это очень важный, на мой взгляд, механизм, потому что если ребенок получит вот эту розовую игрушку, он будет понимать, что мир справедлив, он забирает что-то, но в то же время всегда есть место чуду. Он может вернуть тебе это. Я столкнулась с такой мыслью, что какими бы эмпатичными или понимающими, это слово можно взять в кавычки, мы не старались быть, не воспринимали себя, мы никогда до конца не почувствуем и не поймем, через что проходите вы, граждане Украины, те, кто 24 февраля вдруг проснулся в стране, которую бомбит Россия. Мне интересно, на какой убежденности, на какой силе вы дошли до сегодняшнего дня? Это же на самом деле чудовищное испытание, как для психики, так и физически. Что вам помогает делать вашу работу дальше? Вера в то, что книжные герои существуют, вера в то, что ценности — это не абстракция, вера в то, что если ты хочешь быть свободным, ты должен знать, что есть цена этому всегда, вера в то, что рядом стоят крутые ребята, которые будут до конца, вера вообще в слово Украина. Просто Украина никогда не была настолько субъектна, чтобы, ну, там вот я про Россию могу сказать, Россия часто смотрела, знаете, не только на Украину, но и на многие другие постсоветские, постсоветские республики, с такой, знаете, это какие-то там провинциалы, к ним надо снисходительно относиться и так далее. Мне было бы, конечно, интересно, чтобы вот эти субъекты, которые это делали, с провинциалы, поездили по глубинке Российской Федерации, на Уральские горы, дальше поехали на Дальний Восток и посмотрели, что такое на самом деле Россия, насколько она образована, интеллектуальна и так далее. И вот мы другие, мы действительно не россияне. Это очень важно. Это не в плане, что кто-то хороший, кто-то плохой. Для нас вы плохие, вы же прекрасно понимаете это. И вообще страна-агрессор, это, кстати, тяжёлая вообще история будет, потому что у нас будет вкоренённая ненависть, объективно, мотивированная ненависть. Это уже не просто вот так, как было до этой войны, что мы там друг над другом издевались, какие-то анекдоты рассказывали и так далее, где-то ненавидели друг друга. Я имею в виду даже не до 22-го года, до 14-го года. А сейчас это будет такая глубинная многолетняя ненависть. Причём она будет абсолютно правильно построена, структурирована и так далее. Можем потом отдельно об этом. Так вот, если возвращаться, на чём это всё держится? Держится она в том, что мы другие. Мы хотим воли, мы хотим реально возможности поддискутировать, возможности поругаться друг с другом. В хорошем смысле слова, внутри Украины. Но мы хотим, что никто не мог прийти и сказать, вы будете делать так или иначе, что вы будете сидеть в тюрьме. Вот все эти простые, казалось бы, вещи. Но тут вопрос. Вопрос, сколько у тебя есть решимости эти вещи защищать? То есть насколько ты готов драться за них? То есть вот эти красивые, ещё раз подчёркиваю, книжные слова, которые мы часто читали, что человек готов что-то поставить на ком, включая свою жизнь для того, чтобы получить право быть свободным. Но вот это всё в Украине есть. И это даёт большую надежду, и это держит. И я не сомневаюсь, значит, там все рассказывают иногда, аналитики, хватит ли ресурса, хватит ли экономики, хватит ли погенной помощи и так далее. Я всё время ловлю себя на мысли, так перестаньте, вы о чём? У нас даже если ничего не хватит, у нас люди будут голыми руками рвать оккупантов. Они будут умирать, понимая, что они умирают, но они это будут делать до конца. И это отличает Украину от России. Вы сказали про книжных героев, и за этот год очень много раз Владимира Зеленского сравнивали с разными книжными героями. Но вот вопрос, в какой момент начинается эта геройка? Она всегда была или это чувство, которое пришло к вам 24 февраля, может быть, раньше, может, в 2014 году? Есть ли какой-то путь, эволюция у этого самоощущения, или это то, что даётся и то, что предопределено по факту? Ты рождаешься с этим. Просто вопрос, будет ли у тебя возможность это проявить? Будет ли у тебя возможность показать, кто ты на самом деле? Любой кризис, любая катастрофа, а война — это и кризис, и катастрофа, и кровь, даёт возможность каждому человеку показать, кто я. Вот это легендарное «что я внутри?», «Что я могу?», «Как я себя должен оценивать?» Это очень важный момент для каждого. И смотрите, вот тот, кто вор, я имею в виду мародёр, коррупционер, он такими будет. То есть вот кто внутри такой, он это проявит обязательно. Он может затаиться на какой-то момент, но рано или поздно он проявит. Точно так же, если ты человек сильный, ты проявишь это, ты возьмёшь на себя бремя лидерства, очень тяжёлого, причём фатального лидерства, то есть ты будешь понимать, что всегда есть чрезвычайные риски для тебя лично. Если ты, знаете, тут даже геройство на многих этапах. Одно дело, ты публично герой, это все видят, а другое дело, большое количество людей в Украине есть, они герои абсолютные, но при этом они были обычными людьми. То есть они даже сами не знали, что они готовы добровольно пойти воевать. И им страшно при этом. Но тем не менее, вот понимаете, насколько это важная грань, когда человек, который не является публичным лицом, не является человеком, который безбашенно относится и всю жизнь жил на адреналине или брал на себя лидерские функции, а наоборот, он всегда был обычным, в чём-то серым даже, то есть человеком в футляре где-то даже, которого никто не знал и так далее. И вот он берёт и осмысленно говорит, я пойду воевать, я буду находиться на тяжёлых направлениях. Вот это геройство, это есть вот такого много в Украине. Понимаете, геройство неизвестных, геройство простых. Это феноменально. И мне кажется, что индекс, если можно такое говорить, индекс геройства, он намного выше в Украине, чем, наверное, во многих других странах. Я не то, что хочу сказать, что другие страны как-то по-другому живут или развиваются. Нет, просто в этом и есть фатальная ошибка России. Она зашла в страну, которая находится в момент созревания, внутреннего созревания Украина. Украина доказывает миру, что это важная для мира страна. И в этот момент кто-то приходит и пытается убить вот это всё. И, соответственно, понятно, что индекс геройства в этой стране будет намного выше. И, соответственно, мы будем идти до конца. И ещё раз скажу, что это всё предопределено, безусловно. То есть черты характера, они закладываются и окружением, и семьёй, и внутренним пониманием мира, и мировоззрением, и книжками, и фильмами, которые ты смотришь, и музыку, которую ты слушаешь. Это всё так. И каждый человек, он такой, как он ест, и он просто в кризисе проявится. И в Украине проявили себя очень многие круто. Не только те, которые вы видите публично, а очень много не публичных. Я просто помню первый день войны, первый, второй, третий. Это сейчас очень много людей, которые рассказывают, как было круто в первые дни, как они сразу всё начали делать. Вы тогда помните, да? Немножко было всё по-другому. Было много тишины. Было мало людей, которые готовы были однозначно принять сторону, что Украина выиграет эту войну. И я вот тогда звонил многим людям. У кого-то были отключены телефоны, кто-то спрятался. Но были люди, которые брали трубку и набирали на себя гораздо больше функций, чем должны были набрать. И они были 24 на 7 на связи, они никогда не спали практически. И вот этот каркас, вот это ощущение. Я пару звонков сделал утром 24-го и понял, что да, нет, каркас работает. Украина имеет управленческую структуру. А где вы были 24 февраля? Ну, дома. В 4.30 утра, когда начали атаковать территорию Украины, имеется в виду ракетами. А в 7.30, ну, просто тяжело было добраться. Я немножко за городом живу. И, соответственно, было тяжело добраться, потому что часть людей, часть населения Киева выезжала за город в западном направлении. И, соответственно, к 7.30 я уже был в офисе. И, соответственно, с того момента в течение года практически бесконечно нахожусь в родном офисе, в своем родном кабинете. Может быть, вы помните, какая мысль пришла к вам в голову? Вы сразу поверили, что теперь реальность выглядит так, и Россия действительно решила атаковать Украину? Да, безусловно. Вы знаете, мне проще, наверное, многих. Я Россию хорошо знаю с точки зрения ментальности, мышления, элиту. Я практически все время отслеживаю и сейчас, и до войны, отслеживаю способы мышления, способы принятия решений, взаимосвязи, какие существуют. И мне было понятно, что люди постепенно удаляются. Я имею в виду люди, которые должны были памятное решение на Совете Безопасности принимать о том, что мы будем приходить в чужую территорию под надуманными предлогами, под советскими предлогами из газеты «Правда» скажем, 1983 года, а нет, 1979 года, когда входили в Афганистан и так далее. И, соответственно, под вот этими лозунгами они придут в чужую страну, будут убивать. То есть я видел, что эти люди иррациональны, они оторваны от реальности, они как это, распукли от безнаказанности. И понятно, что с ними нет смысла говорить, ожидать от них какого-то продуманной оценки ситуации, рисков и так далее, не стоит. И, конечно же, я понимал, что началась война. Ну, сразу вот утром, когда услышал взрывы. У меня оставалась только надежда, что всё-таки люди, которые вкладывали много денег в собственные семьи, а я сейчас про практически всю политико-олигартическую инфраструктуру Российской Федерации, и которые скупали, просто истерически скупали недвижимость. Вы знаете абсолютно всё, что покупалось в России и в Италии, и во Франции, и в Англии, не только в Лондоне и так далее. Что вот это фактор, который сдерживает, потому что когда ты живёшь в комфорте, когда тебя принимают в качестве почти равного члена в глобальной элите, ты можешь сидеть на премии Грэмми, можешь смотреть о том и рядом похлопывая по плечу разговаривать с Рамазотти, например, что это какой-то фактор сдерживающий. Я ошибался. Я ошибался. В чём? Объясню. Нет, я не ошибся в том, что эта элита труслива. И я ошибался в том, что она адекватно себя оценивает, ну имеется в виду ресурс военной России. Потому что она труслива. Вот сейчас мы видим трусливость. У них дрожащие щёчки и такие несколько испуганные глаза. Это уже очевидно. Они понимают, что эта война не закончится так, как они себе запланировали. Почему они были наглы настолько, безнаказаны? Потому что они думали, зайдём три дня, порежем, убьём. А потом недельки две, ну я условно, термины, понятно, могут быть разные. Недельки две все поухают, поахают в Европе и в мире в целом. А потом продолжим ездить на симпозиумы, Сан Рэма, фестивали, Сопот и так далее и тому подобное. В Вудсток, может быть, даже поедем, которого, конечно же, уже нету давно, но тем не менее. И так далее. Я имею в виду классический. И, соответственно, вот это всё оказалось всё не так. Вот для русских это сейчас, для элиты, это всё выглядит катастрофически. Они понимают, что в любом случае всех этих субъектов, может быть, не до конца, я тогда у вас здесь поясню им. Смотрите, что будет происходить. В любом случае война закончится так, как нужно. Ну об этом можно говорить уже как о факте. Да, она будет тяжёлая, финализация будет тяжёлая, ещё будут идти сражения за инициативу. Вот они сейчас начинаются и, собственно, проходят. Ещё будет достаточно определённое время необходимо на накопление ресурса у нас, ресурса контрнаступления как такового. Будут ещё большие боевые столкновения на разных направлениях и так далее. Это ещё какое-то время затянет. Потом будут юридические дебаты идти. Просто вот эта элита не понимает, что мир по умолчанию принял решение, мир именно демократический, принял решение каждого из них достать. Так или иначе. То есть, либо они у себя в России исчезнут, потому что, я так думаю, что по мере финализации войны начнётся вот этот, скажем так, смерти-пад для представителей элиты гораздо более интенсивный, чем можно себе представить. Потому что свидетельские показания — это свидетельские показания. А многие люди, они ж трусливые, ещё раз подчёркиваю, не захотят это всё подробно везде рассказывать. Мемуаристика даже будет такая большая. Довоенная мемуаристика называться будет. То есть, как нас заставили принять концепцию «напасть на Украину». И, соответственно, их потом будут доставать. Они это понимают разными инструментами, разные страны, включая Украину. Каждого из них. Они уже не вернутся в свои дома богатые, они уже не купят себе индульгенции. Это уже даже история о Дерипаске, которому не давали длительные процессы у него в Соединённых Штатах. Это всё детский сад сейчас. То есть, когда ты замазан кровью в таком объёме, и все члены Совета Безопасности России, это, по сути, авторы классического преступления агрессии, как таковой. И все они попадут в любом случае на трибунал. Вот сейчас мы обсуждаем с партнёрами трибунал. Это же не трибунал, который не только будет рассматривать собственно военные преступления, как таковые. То, что обычно после войны всегда рассматривается. А он будет рассматривать то, что редко рассматривается. Это, собственно, инициатива войны. Это преступления агрессии совершения, то есть, которые, безусловно, есть уже чётко доказанный факт. Я имею в виду выступление как раз 22-го, по-моему, было заседание Совета Безопасности. Вот кто присутствовал в момент принятия решения атаковать суверенную страну? Путин засчитал все члены Совета Безопасности, безусловные сидельцы на скамье подсудимых в рамках специального трибунова. Знаете, иногда есть ощущение, что, очевидно, мы находимся внутри очень глобального исторического процесса, но до сих пор миллионы людей не отдают себе в этом отчёт. Им кажется, что что-то где-то происходит, но их жизнь никак не поменяется в перспективе. Если я вас попрошу представить или хотя бы обозначить о каком масштабе переменах мы сейчас с вами говорим, вот мир после этой войны, насколько глобальными будут перемены, как вы себе представляете этот порядок? Вы помните книгу легендарную Фукуяма, на которую всё время ссылались, ему было бы сейчас интересно, наверное, написать книгу «Возврат истории». Вернулась история, вернулось понимание того, что противостояние есть содержание человеческой истории, сейчас заканчивается эра конца истории, то есть Россия не будет глобальным игроком. Это действительно фундаментальная трансформация, исторический процесс. Россия не будет глобальным игроком, глобальным игроком будет глобальный юг, ну или конкретные страны, если эти страны не допустят, конечно, никаких сейчас тактических ошибок, поддерживая Российскую Федерацию, я так деликатно скажу. Почему? Потому что Россия вторжением ускорила смерть, собственно, этого типа государства, то есть она поставила ва-банк, ну вернее, пошла ва-банк, сделала крупную ставку, что, почему? Потому что Россия, если бы эту игру, если она эту войну выиграла, то, соответственно, она бы получила монопольное право давить на Европу, давить на демократию как таковую, это был бы такой фронтмен авторитаризма, и, соответственно, постепенно бы демократия теряла бы возможности в мире где-то доминировать, то есть Россия использовала бы еще в большем масштабе любые агрессивные инструменты, не только, собственно, войну как таковую, и войну, в том числе, в Европе продолжила бы не только в Украине, но и другие страны, и, соответственно, Россия бы резко масштабировала бы использование в прямой политике, в прямом политическом процессе теракты как таковые, политические убийства как таковые, то есть Россия бы полностью отказала миру в праве операции на международное право, и вот эта ставка, это была ставка Российской Федерации, сейчас ставка сделана на то, чтобы, и почему мы имеем тотальную поддержку европейских и американских стран, потому что ставка сделана на доказательство, что демократия это неизбежная форма для любой страны, для того, чтобы эффективно вписаться в современную цивилизацию, получить от этой цивилизации необходимые стимулы развития и, соответственно, развиваться перспективно и прогрессивно, эволюционно. Вот, собственно, о чем сейчас идет война. И, безусловно, мы получим новый тип мира. Он будет многополярен, реально, но он будет аккуратно многополярен, то есть, никто себе не позволит больших войн больше. То есть, все войны будут решаться на уровне либо прямого дипломатического столкновения, либо на уровне каких-то локальных конфликтов в третьих странах. То есть, не будет такого прямого столкновения, которое Россия, в принципе, организовала в Европе. Это тем более странно, что Россия, в принципе, реализовала концепцию, которую все боялись, когда существовал Советский Союз. То есть, все-таки Россия в пародийном виде, для нас это не пародия, для нас это кровь и смерть, безусловно, но в пародийном виде реализовывает сейчас то, что все боялись в качестве реализации сценария Советского Союза, особенно после застойного промежутка, вот в определенный застойный промежуток. И Россия, в принципе, наверное, на такой сценарий, я имею в виду Советский Союз, наверное, на такой сценарий бы пошел, если бы не Афганистан. То есть, после Афганистана стало понятно, что Россия неэффективно воюет, это очевидно, и не в состоянии воевать в принципе. Ну вот Путин, как человек, не знающий историю, вы же видите, да, его все время заявления исторические, они... Но у него альтернативное представление о том, что... Да, у него альтернативное представление об истории, это тоже, опять же, неплохо, это говорит, конечно, о несостоятельности его как человека, который не способен анализировать входящую информацию, не способен критически к ней относиться. Мы, в принципе, это понимали давно уже, но тем не менее, он это демонстрирует периодически. И, соответственно, вот Путин, неправильно поняв вот эту концепцию Советского Союза, он попытался ее в таком вот карикатурном виде реализовать, и это обнуляет и историческую репутацию в России как таковой, и историческое будущее России в таком виде, подчеркиваю. Вот сейчас все идет по сценарию, и это очень хорошо, потому что мир будет иначе выглядеть, и Россия, если сможет все-таки в какой-то момент пересилить эту элиту, которая является элитой смертников, то есть она никому не нужна, и себе уже не нужна, то Россия может выглядеть иначе. Но для этого надо, безусловно, избавиться от всех этих персонажей, потому что эти персонажи генерируют только отрицательную стоимость, то есть они генерируют только минус для собственного исторического процесса, в котором находится Россия. Поэтому контуры мира будут следующие. Будет обновленная Европа, гораздо более сильная и гораздо более четко артикулирующая свои интересы. Это не будет уже изнеженная Европа в полном смысле, это слово, которое мы видели последние лет 20-30. Соответственно, будет совершенно другой глобальный юг как таковой, но они, вот если война будет правильно финализирована, конечно, они пересмотрят свои некоторые модели поведения, это очень важно, то есть они будут гораздо более конструктивны, гораздо более продвинуты с точки зрения урегулирования на любом дипломатическом уровне. Это будет мир, где демократия будет абсолютно доминантной. Если сейчас еще есть какие-то там постоянные разговоры о том, что демократический путь не единый способ уложения того или иного социальных отношений в странах, то, соответственно, демократия будет абсолютно доминантной и, соответственно, мир в ближайшие лет 50 получит возможность исключительно активно инвестировать в технологические развития, то есть повышение ресурса жизни, продолжительности жизни, в освоение каких-то новых возможностей использования человеческого тела в том числе, а не в гонку вооружений как таковых. То есть это фундаментальный, я еще раз повторяю, разлом. Либо выигрывает Россия тогда гонка вооружений, что невозможно, и конец времен демократии, либо Россия проигрывает, тогда гонка вооружений закончилась и начинается гонка технологий, что нам с вами гораздо выгоднее. Какая ваша роль внутри этого исторического процесса? Модерация. Украина вообще сегодня страна модератор многих процессов, изменения многих процессов. Президент Зеленский совершенно переформатировал, еще, наверное, не все до конца понимают, переформатировал способ ведения прямой политики как таковой на глобальном уровне. То есть политика требует других качеств и от лидеров, и других качеств собственно политического процесса как такового. И Украина модерирует эти процессы, Украина субъектно и еще и кроме субъектности приобрела функцию модератора. Да, мы можем его в любой момент утратить, но мы сейчас модерируем многие процессы. То есть как нужно отвечать на те или иные вызовы, риски, как их оценивать и, соответственно, что делать. Моя роль в этом плане как раз таки разъяснять войну, объяснять, почему эта война должна развиваться правильно, почему каждый этап все равно нам придется пройти, несмотря на ту тяжелую цену, которую мы платим, что нужно делать на этом этапе войны для того, чтобы получить позитивные дальше бонусы, которые позволят правильно финализировать войну. Ну и кроме того, моя задача это все-таки попытаться в один голос вести потребности Украины на внешнем, на внутреннем рынке, то есть пытаться отвечать на тяжелые вопросы, пытаться эти вопросы заранее понимать и, соответственно, помогать в них разобраться и президенту страны и, соответственно, вести дискуссию на разных панелях. Почему? Потому что в информационную эру, если ты молчишь, ты проиграл. Неважно, даже если ты на поле боя эффективен, но если ты молчишь и не объясняешь мотивы своих поступков, ты проиграл, потому что в отложенном варианте тебе скажут, что ты действовал неправильно, ты допускал ошибки и, соответственно, будет нивелировано твое действие, твоя победа как таковая. Почему, кстати, Россия проигрывает, я скажу прямо? Россия имеет крайне неэффективную, но очень масштабную систему пропаганды. Она построена на двух элементах. Первое — это прямолинейная оскорбительная тональность общения и второе — запрет конкурентных точек зрения. Ну и, соответственно, если ты ультимативно высказываешь оскорбительные вещи, то рано или поздно тебя перестают бояться, что сделала Украина. Украина показала, бояться не нужно, в том числе пропаганду. А если у тебя нет дискуссионных точек зрения, то ты не понимаешь реальные потребности и собственного общества, и уж тем более обществ гораздо более свободных. Поэтому для Европы и для Украины российская пропаганда отсутствует. Да, она сейчас более тонко начинает играть, она пытается триггерить наши какие-то боли, наши страдания, то есть она пытается спекулировать на смертях на наших, на потерях, спекулировать на то, что отдайте территорию, потому что жизни не стоят территорий. Как раз таки территории — это не вопрос самой территории, это вопрос осознания, что тут твой долг убивают, разрушают. И поэтому ты платишь жизнями не за территорию, а за право жить. И, соответственно, Россия этого не понимает, мы поэтому её переигрываем, но тем не менее Россия стала играть в последнее время тоньше. Но тем не менее, тем не менее, ещё раз подчёркиваю, российская пропаганда чрезвычайно ничтожна. Ну то есть, и, соответственно, её влияние, конечно же, будет постоянно уменьшаться. Да и мне кажется, что сейчас это уже несерьёзно воспринимать где-то на каких-то свободных рынках, медийных рынках, чтобы Россия там доминировала. Если мы вернёмся к тем людям, которые выключили свой телефон 24 февраля, как вы приняли решение, что вы будете на своём месте до конца? Очевидно, что вы именно такой позиции сейчас и придерживаетесь. У меня нет выбора. Выбора в хорошем смысле слова. У меня есть память о родителях, у меня есть семья, у меня есть понимание, что дети не могут потом смотреть на свою фамилию, если их папа в тяжёлый момент отказался брать на себя ответственность. Понимаете? Я немножко по-другому смотрю на всё. Я считаю, что слово — это хорошо, но если ты говоришь слово, ты должен верить в него и, соответственно, поступать так, как ты говоришь. Иначе это выглядит странно, лицемерно. И, кстати, это я отодресую в другом направлении. Вот многие думают, что если ты вкладываешь в пиар какие-то деньги, в репутационные конструкции какие-то, и, соответственно, что ты можешь продать всё, что угодно, это не так. Люди чувствуют лицемерие. То есть они понимают, что когда ты врёшь, ты не такой на самом деле. У тебя в глазах будет написано, что ты боишься, что ты просто обманываешь, что ты манипулируешь и так далее. Поэтому если ты хочешь, чтобы твой ребёнок, который стоит на тебя, смотрит, верил в то, что ты такой, как ты ему говоришь, ты такими должен быть. Это первая часть. А вторая часть… Так вопрос же в том, что многие из нас приняли решение быть до конца, прийти в самые тяжёлые места. И с первого дня, и с первого часа, ещё раз, почему я звонил, многим людям, и многие в первый же день приняли решение брать оружие в руки и идти. Если это Киева касалось, то в Киеве выходить, блокпосты делать, терроборону формировать, получать оружие, идти воевать в Гастомель, идти воевать в Киевскую область и так далее. И воевали вплоть до 30 или 28 марта, пока из Киевской области не убежали людоеды, которые, как мы потом поняли, что они пришли сюда насиловать, убивать и массово хоронить людей. Кстати, между прочим, это тоже опять же концепция русского мира. Я хочу, чтобы вы понимали, для вас должно быть очень сложно это воспринимать, но, смотрите, есть то, что вы думаете о русском мире, о русской великой культуре, допустим, и есть то, что мы увидели, с точки зрения, что когда люди приходят, и они абсолютно точно, умышленно понимали, что имеют право закрыть семью с маленькими грудными детьми в подвале, имеют право вызывать их наверх, бить, избивать и отправлять обратно в подвал, не кормить, не смеяться при этом, а потом пристрелить прямым выстрелом в затылок и похоронить, как ноунейма в той или иной массовом захоронении. Понимаете, как мы это воспринимаем? Это тяжело представить, но это массово, повсеместно было, и не только на территории Киевской области, но и на Харьковской, Херсонской области и так далее. Так вот, возвращаясь к тому, что касается, многие люди приняли для себя решение, потому что за спиной стояли семьи. Если ты не готов брать на себя ответственность, это значит, что ты не готов отвечать за свою семью, за свой дом, за свою страну. То есть, как бы это значит, что ты всегда будешь беглецом, трусливым беглецом, который будет бегать по миру и говорить, так, нет, ну подождите, ну что, ну я, что мы могли сделать? Нет, это не так. Мы не можем себе это позволить. То есть, мы должны жить так, чтобы это, во-первых, соответствовало тому, что ты говоришь, а во-вторых, чтобы после того, как тебя не будет, чтобы твои дети понимали, кто ты. Я, если позволите, просто от себя добавлю, что лично я в целом не считаю концепцию русского мира существующей и заслуживающей, какого бы то ни было упоминания. И в моем представлении русская культура это что-то вот совсем из другой области, нежели то, что мы видели за этот год. Но я тут не для того, чтобы рассказывать о том, как все неправильно, и наоборот, для того, чтобы как можно большее количество людей услышали вас. Можно я тут вас... Да, конечно. Очень важный вы момент затрагиваете. Смотрите, что я хочу объяснить. Вот классическая русская культура это прошлое, это в стороне, это факультатив, это параллельное движение. Она никак сейчас не используется России. У России сейчас культура убийств. То есть там есть певцовые, газмановые, вот это сейчас, то, что на самом деле не имеет никакой ценности, творческой ценности, эстетической ценности и так далее. И именно вот это и есть лицо России, и она сама захотела отказаться от наследия. Поэтому мы вполне можем говорить о том, что Россия добровольно отказалась от Шостаковича, от Прокофьева, от Чехова, от всего наследия, потому что она его не понимает, она его не потребляла. Потому что если бы она потребляла это, ну имеется в виду как потребитель, то есть как человек, приходящий в театр, читающий книгу, слушающий музыку, Россия была бы другая. А Россия постепенно всё это затирала, подменяя вот этими дикими поющими субъектами какой-то ужасной... У вас там есть такой писатель, ну это с иронией, наверное, вы его называете писатель, потому что, конечно, называть прилеплено писатель это удивительная история. Но тем не менее, есть у вас актёр, условно говоря, которого тоже назвать актёром очень тяжело, это Ахлобыстин, допустим, да? Ну то есть, понимаете, когда эти люди стали доминировать, значит всё, умерла параллельная реальность. То есть нету никакой большой русской культуры, а есть маленькая никчемная российская культура, главная задача которая возбудить неизменные чувства и заставить человека убить, изнасиловать и пойти куда-то грабить. Вот, в принципе, вот если у вас начнутся вот эти дискуссии, то есть, когда вы начнёте понимать, что вас всех отправили в гетто, людей, которые смотрят иначе на всё, что происходит, а вместе с вами отправили в гетто наследие, культурное наследие, и его нету, то тогда, в принципе, вы поймёте, какую фундаментальную сейчас трансформацию будет переживать Россия. И Россия либо останется в гетто, настоящая Россия, либо она сможет всё-таки, и вот это наша, кстати, история тяжёлая, мы и России помогаем сейчас из гетто стать главными, да, то есть, если мы уничтожим вот эту инфраструктуру, ужасающую нечеловеческую инфраструктуру, которую удалось дивным образом построить Путину, ну и его окружение, не будем там фамилии все называть, понятно, начиная с легендарных Росбанка, да, там, и заканчивая кооперативом Озера, не будем подниматься, как он поднимался по своему там легендарному пути к тому, чтобы стать палачом российской государственности. Кстати, вот интересная, да, история, то есть, человек пришёл убить Украину, а убьёт Россию. Мне кажется, такое в притчах бывает обычно, но с другой стороны, такой наглядности, мне кажется, в истории было разве что пару раз. Михаил, из вашей риторики совершенно очевидно, что вы человек государственный, но если посмотреть ту небольшую биографию, которая у вас есть в интернете, написано, что вы долгое время были журналистом, журналистом, который работал в оппозиционных изданиях, часть этих изданий потом закрывалась после ваших расследований, ваших публикаций. В какой момент вы оказались внутри государственного аппарата? Как вы принимали для себя это решение? Почему вы решили прийти туда, где вы сейчас находитесь? Журналистика, профессиональная журналистика предполагает, ну, если мы говорим о людях, которые действительно хотят заниматься журналистикой, а не графоманством под названием журналистика, она предполагает глубокое проникновение в тему, то есть в осознании того, что и как работает, почему это так должно работать и какие ошибки можно исправить, если ты их внятно будешь излагать и если ты внятно на них будешь обращать внимание. Это очень важная сфера, на мой взгляд, Журналистика, профессиональная журналистика, ещё раз подчёркиваю, позволяет системам созревать, государствам становиться более объективными, более прозрачными, более эффектными и эффективными. Это очень важный аспект. И для меня было очень важно, что… Я объясняю, как я здесь оказался, на этом месте. Сейчас как раз и происходит, вернее, несколько ранее, до войны, началось становление другого типа государства в Украине. В Украине, к сожалению, долгое время… Я не беру этнические составляющие, культурологические составляющие, я беру с точки зрения функционирования государства. Украина долгое время не верила в то, что она абсолютно и фундаментально отличается от России. Поэтому, когда в 1991 году произошло разделение, то Украина не сделала главное. Она не поставила границу реальную между собой и Россией. То есть, соответственно, долгое время зарабатывались на теневых схемах, на совместных рынках, зарабатывались какие-то деньги. И более того, вот эта попытка продавать устаревший товар, кроме России, он нигде не нужен, а России он нужен, потому что вся на 90% страна малоразвита, и там действительно нужны товары из 70-х, 60-х годов. То, соответственно, у тебя не было стимула, во-первых, разрывать эти связи, потому что ты никуда не продашь, я имею в виду Украине. А во-вторых, а зачем вкладывать в технологическое развитие страны, если всё равно товар покупают. И вот таким образом, и плюс вот эти деньги, вот это отсутствие границы, как бы создавало иллюзию, что это две страны одной медали, Россия и Украина. И не позволяло действительно и культурно, и политически, информационно полностью расставить правильный акцент и сказать, что это две разные страны. И вот это всё существовало десятилетиями. В итоге это тоже привело к тому, что у России сформировалась вот эта шаринистическая иллюзия, что мы старше, мы большие, и мы имеем право диктовать. Потому что там такие же, как мы. Мы же с ними зарабатываем вместе деньги, или, вернее, мы с ними схематозим вместе. И это не позволило расставить акценты правильно тогда, когда это нужно было сделать, в середине 90-х прежде всего. И сейчас вот этот каркас с 2019 года, на мой взгляд, ну, может быть, чуть-чуть раньше, с 2014-го, скорее, года, этот каркас начал формироваться. Каркас другого типа государства, которое гораздо более самостоятельно, которое точно автономно от какой-то там бывшей советской истории, которое совершенно опирается на другие принципы социального договора, которые есть внутри страны, то есть между обществом и государством как таковым, которое гораздо более компактно, более прямолинейно, менее коррумпировано. А менее коррумпировано за счёт того, что многие функции, традиционные административные функции, которые, собственно, и являются корруппогенными, потому что как только чиновник приобретает функцию разрешения, регулирования чего-то, он сразу может эту функцию продавать на теневом рынке. Так вот это всё должно уменьшаться. И вот мне хотелось, чтобы я мог тоже принять определённое участие в модерации этих процессов создания прозрачного государства. Мотив простой, очень простой. Я хочу, чтобы моя семья жила в стране, которая комфортна максимально к проживанию, которая гарантирует безопасность, гарантирует возможность карьерного роста, гарантирует возможность получения качественного образования, гарантирует справедливые отношения во всех сферах социальной, экономической, политической жизни, которая абсолютно интегрирована в общеевропейское пространство, которая позволяет быть открытым для других стран, и в то же время можно путешествовать в другие страны и так далее. Вот мои мотивы, они фундаментальны. Нету смысла думать о, например, деньгах, о карьере, если ты стратегически неправильно построен. Значит, вы пришли менять систему изнутри. Тогда вопрос? Я задам вам встречный вопрос. Когда мы говорим, пришли менять систему изнутри, это же не вопрос, а кто меняет системы, кто их делает такими, какими они есть. Это делают конкретные люди. Легендарная фраза, с которой надо засыпать и просыпаться, не боги горшки обжигают. Она же ведь чётко функционирует. Бери и делай. То есть всё на самом деле гораздо проще, чем мы себе представляем. Бери, приходи и делай. Можешь — делай, но только делай. И только понимай, что ты делаешь, а не люби себя в процессе. Вот это главная проблема современной цивилизации. Люди любят себя в процессе, а не сам процесс, который нужно довести до того или иного финала. Мир нарциссичен, а нарциссичен он потому, что очень много социальных сетей, которые позволяют человеку, не содержащему реального добавленной стоимости, зато быть эффективным промоутером собственного «я». В этом проблема незрелых систем. И я сюда пришёл не быть публичным, ну то есть когда приходил, безусловно. Эта война делает тебя публичным, потому что нужно иногда брать на себя другие функции, которые, возможно, в мирное время ты не хотел бы исполнять, и не только я эти функции на себя брал. Ну и, соответственно, и беру. Но, соответственно, ты должен делать. То есть и, соответственно, системы по-другому будут устроены, потому что ты конкретно пришёл сделать конкретный механизм внутри этой системы или часть механизма. Пришёл президент, который я имею в виду, президент Зеленский, который действительно заинтересован в создании более компактного, более прозрачного, более профессионального с операционной точки зрения государства. То есть, соответственно, чтобы в нём было меньше возможностей воровать, чтобы в нём было меньше возможностей назначать людей непрофессиональных, но только по признаку знакомства, ну или по признаку, там, непотичному признаку какому-то. Или чтобы это государство отвечало на современные требования, да, конкурентных отношений на глобальном рынке. Потому что если государство не отвечает этому, то в нём живут отстало, да, ну то есть как бы оно отстаёт вот с точки зрения качества и комфорта жизни для людей. Вот проблема. И, соответственно, ты это можешь исправлять. Не значит конкретно я, а любой человек, если он понимает свою роль, функцию и место, он это сможет делать. И система так и делается. Со стороны могу сказать, что очень долго, да и вплоть до сегодняшнего дня, было ощущение, что команда, которая собралась вокруг Владимира Зеленского, это очень крепкая команда. Это вот, может быть, тот самый каркас, о котором вы говорили в начале интервью. И не могу вас не спросить про вашу дружбу, если можно назвать это дружбой с Алексеем Арестовичем. Не мешает ли это в работе? И как вы делите рабочее пространство и пространство человеческое, пространство общения? Где проходит эта граница для людей, которые сейчас находятся на таких постах, как ваш? Интересный вопрос, в каком плане. Я вообще отстранённо отношусь к личностным отношениям. Я считаю, что есть личные отношения, они важны, они для меня важны, но есть функциональные отношения, которые приоритетны с точки зрения той ситуации, в которой мы находимся. И для меня есть правило. То есть человек должен быть эффективен на своём месте, если тем более он публичен, он должен быть эффективен вдвойне. И, соответственно, есть большие требования к тому, что и как ты делаешь на том или ином месте. И здесь дружба абсолютно мне не помеха, чтобы достаточно жёстко часто критиковать. Но это не будет на публике, безусловно. Почему? Потому что, вы же понимаете, все мы не идеальны, допускаем ошибки, можем не понимать те или иные процессы до конца или глубоко понимать. Это надо корректировать, надо обсуждать. Так вот, для меня не существует понятия друг или не друг. То есть если мы обсуждаем функциональные вещи, то я абсолютно нейтрально отношусь ко всем, с кем работаю. Потому что я считаю, что не имеет значения, что, кто и как в личных отношениях имеет. Важно, что государство должно получить компетенцию от тебя конкретно на твоём рабочем месте. И, соответственно, это совершенно два разных процесса. Если мне нужно с кем-то подружески что-то обсудить, это вне работы как таковой. Но если ты находишься на работе, выполняешь определённые функции, пожалуйста, исправляй ошибки вовремя, постоянно совершенствуй аппарат мышления, с точки зрения, чтобы понимать глубину той или иной проблемы, не люби себя. Опять же, я всегда к этому возвращаюсь, это я очень часто говорю, потому что люди, которые действительно пассионарные, харизматичные, умеют хорошо говорить, они в какой-то момент начинают любить себя. В том числе, я сейчас безотносительно кому-то, я говорю, что это особенность современного этапа развития человеческой цивилизации в целом. Я постоянно говорю, смотрите, нету я, а есть мы, есть государство. Если есть я, то тогда это отдельные частные проекты, пожалуйста, там можно продавать себя и так далее, и тому подобное. А государство нуждается не столько, какой я крутой, а нуждается в том, что каждое утро просыпаешься и делаешь рутинную работу. Вот государство, это, кстати, тоже надо, чтобы люди понимали, что такое государство, как большой институт, внутри которого много других институтов, как оно работает. В государстве есть рутинно, не публичность, не медийность, а рутинно. То есть операционная рутина, ты должен её делать, потому что вопросы всегда по кругу возвращаются, и эти вопросы нужно всегда повторно решать. И нету такого, что ты уже научился решать, поэтому эти вопросы должны решаться кем-то другим. Нет, если ты отвечаешь за какой-то сектор, ты всё время находишься в рутине. Это очень тяжело многим осознавать, потому что, ну вы знаете, медные трубы, они всегда самые сложные с точки зрения преодоления своего «я». То есть короны, медные трубы, нарциссизм, альтер-эго, которые хочут реализации на другом уровне и так далее, это, к сожалению, неизбежные спутники современной цивилизации, которая, ещё раз подчёркиваю, практически в полном объёме ушла в самолюбование в социальных сетях в тех или иных. Про рабочее место, если позволите. Простите, если это вопрос слишком личный, но как человек, который посмотрел, не совру, если скажу сотни интервью с вами, вы часто выходите в эфир из этого кабинета и у вас там очень много книг лежит. Есть ли возможность рассказать, что это за книги у вас и что из себя представляет ваше рабочее пространство? Ну, здесь у меня есть круглый стол, за которым проходят важные обсуждения, важные дискуссии. Здесь у меня достаточно большой объём бумаг, всё-таки мы не всё ещё цифровизовали, то есть приходят определённые вещи, которые надо изучать, обсуждать с людьми по разным министерствам, ведомствам они приходят, чтобы я понимал, насколько мы находимся в одном информационном пространстве, насколько мы понимаем одинаковую проблематику. Всё-таки офис президента это модерационный центр, прежде всего. Мы должны понимать, насколько в государстве институты действительно синхронизированы с точки зрения понимания той или иной задачи, как её нужно решать. Безусловно, тут есть книги, последние, которые сейчас у меня на столе, это «Многотомник Григория Сковороды». Ну, необходимо всё-таки периодически читать важные тексты, фундаментальные тексты, но я, как правило, пользуюсь книгами уже давно в цифровом виде, которые себе в iPad покупаю и пользуюсь, потому что это гораздо удобнее с одной ходишь книжечкой, и, по сути, можешь читать всю мировую гигантскую мысль, творческую. Да, мы здесь находимся практически всё время, я имею в виду, что приходится очень много встреч проводить, интервью давать, в том числе и разъяснять войну, но я уже как-то привык, это важное место, мне кажется. А это примерно вот то количество информации, с которым вы работаете ежедневно? Информации ежедневно больше, не всё на бумагах, это не всё за один день, приходит её гораздо больше, потому что очень много на цифровых носителях. Сейчас у нас моё любимое министерство, я могу даже прямо сказать, это министерство цифровизации, один из самых успешных, на мой взгляд, и соответствующих современных министров, это господин Фёдоров, уникальный, по-моему, менеджер глобального уровня, человек, который втянет Украину гораздо быстрее многих стран в цифровую эпоху, сделает её максимально комфортной к обмену и документами, и информацией как таковой. Так вот, Фёдоров, на мой взгляд, поверьте человеку, очень перфекционистски относящемуся ко всем, кто выполняет те или иные функции, не то что на своём месте, он дважды на своём месте, и я очень рад, что помимо президента Зеленского, который, мягко говоря, на своём месте, есть у нас ещё и министры, которые тоже уникальны и с большим потенциалом, с громадным потенциалом. Фёдоров один из них. Вопрос простой. Как вы всё это успеваете, Михаил? У вас есть выходные, свободные часы? Сколько вы спите в день, если не секрет? Выходных, в принципе, и праздничных дней быть не может. Иногда я делаю паузу, там, часовой, двухчасовой, чтобы почитать книгу. Это позволяет переключиться. И, кстати, не только какую-то рабочую книгу, но и творческую, я имею в виду художественную литературу, безусловно, использовали. Послушать музыку, спать. Ну, я всегда предпочитал очень мало спать в сутки, там, 3-5 часов, не больше. Ну, это не совсем нужно мне в плане отдыха. А, как бы, работать приходится 24 на 7. Президент просто находится на рабочем месте всё это время. То есть он, как бы, тоже не имеет ни выходных, ни праздников. Есть встречи, конечно, церемониальные встречи, которые позволяют переключиться в совещании на встречи. Но, тем не менее, он постоянно в рабочем режиме. Он всегда может потребовать того или иного ответа на вопрос, потребовать информации, потребовать обсуждения. Ну, так как, в принципе, ему необходимо принимать очень быстрые решения. А их очень много. Он операционный президент. Вы знаете, он не только стратегию определяет, он ещё и президент-операционист, который часто пытается глубоко понимать проблематику, потому что всё-таки война — это другие принципы принятия решения, другие темпы принятия решения. В этом плане господин Зеленский производит сильное впечатление. То есть он, безусловно, совершенно не похож на любимца авторитарных пассионариев Путина, который, на мой взгляд, настолько не понимает, что такое современное управление сложными системами. И периодически демонстрирует это, пытаясь замаскировать вот этими дикими рассказами о том, что если бы НАТО, если бы мы не напали и не массово не вырезали мирных граждан в городе Гастомель или в городе Буча, то на нас бы напала НАТО. Ну, конечно, НАТО надо было бы напасть. Что изнеженному западному миру оставалось, кроме как напасть на село в какой-нибудь глуши в Российской империи. Это, конечно, интересная логика. Но, тем не менее, вот президент Зеленский очень операционный. И, соответственно, приходится здесь находиться всё время, всё время актуализировать информацию, всё время в ней пребывать для того, чтобы быть полезным максимально на своём рабочем месте. Последний вопрос. Есть ли у вас планы после войны? Чем вы хотели бы заняться, когда Украина победит и когда у вас появится первый выходной за много-много дней? Это тяжёлый вопрос на самом деле. Мне кажется, что планов ни у кого не может быть на после войны. На после войны нам надо будет пережить большую внутреннюю трагедию, осознав, сколько классных ребят заплатило за эту войну в самую высокую цену. Нам надо будет ездить по семьям, будет с ними встречаться, с детьми погибших героев разговаривать. Я даже не знаю, какие могут быть планы. У нас план, в принципе, простой. Максимально эффектно поставить точку в этой войне, справедливую точку в войне. И, соответственно, ты думаешь о том, как провести эффективные переговоры, как эффективно объяснить, почему Украина нуждается в том или ино, имеется в виду с точки зрения вооружений, поддержать своих людей. Всё-таки люди погибают. И сейчас погибают, и будут погибать. И поэтому строить какие-то планы, мне кажется, один план очень важный. Украина должна выиграть. Украина должна выстоять. Это будут самые фундаментальные планы. Тогда будем ходить просто по улицам, встречаться с родными, встречаться с родными тех, кто погиб, жалеть друг друга, плакать друг с другом, говорить друг с другом. Спасибо вам огромное. Скорейшей победы Украине. И спасибо за то, что находите время, терпение, нервы. Всё это объяснять раз за разом. Это было уже тысяча первое интервью, наверное, за этот неполный год. Спасибо вам огромное. Всего доброго и удачи. Спасибо. Большое спасибо всем, кто послушал. Не забудьте, пожалуйста, отправить это видео своим родным и близким, тем, кто, может быть, сомневается или до сих пор не очень понимает, что происходит. А всем остальным большое спасибо. До скорой встречи и пока.